На озере Алаколь спасен мужчина, унесенный ветром на надувном матрасе. Сотрудниками оперативности спасательного отряда он был обнаружен в двух километрах от берега. Терпящий бедствие на воде был уже практически обессилен и впадал в отчаяние, рассказывает Антон Хатиновский. С наступлением купального сезона сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям области ЖТСУ переведены на усиленный вариант несения службы на водоемах. Спасателями ежедневно производится патрулирование акватории и побережья, где с отдыхающими проводятся инструктажи и беседы о соблюдении правил безопасности на воде. Однако голос у разума внемлют не все, и водная стихия продолжает собирать свои жертвы. В этом году уже утонул один человек. В прошлом году за аналогичный период 8 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В текущем году нами спасено 8 человек, в том числе пятеро детей, а в прошлом 33 человека, четверо из которых дети. 19 июля список жертв водной стихии едва не пополнил 30-летний мужчина, который внезапным порывом ветра и течением был отнесен вдаль от берега аж на целых два километра. Не подоспей вовремя спасатели, и трагедии было бы не избежать. Уже на берегу придя в себя, спасенный смог высказать слова благодарности. Департамент ПЧС области ЖТСУ еще раз напоминает гражданам правила безопасности на воде. Купайтесь только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба. Не купайтесь при волнах и штормовой погоде. Не умея плавать, не пользуйтесь для плавания кругами надувными матрасами. Не умея плавать, не заходите в воду выше пояса. А во время купания не теряйте друг друга из виду. Ни на минуту не оставляйте детей без присмотра. Соблюдая меры безопасности, вы сохраните свои жизни и жизни своих детей. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСУ. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСУ.